Всем доброе утро! Завтра Рождество. Я сегодня на кухне готовлю еду к праздничному столу. Я делаю отбивные из говядины. Нарезала мясо небольшими кусочками, приблизительно вот такими. Вы делайте сами. Кладу в мешочек, чтобы не брызгать на стену, на пол. Беру молоточек, сначала крупненький, и отбиваю. Отбила на той и на другой стороне. Потом беру меленький и делаю то же самое. Когда отбивнушки отбиты уже, поперчу, посолю. Натру чесночком и пусть они у меня часик-два в холодильнике постоят, чтобы мясо впитало аромат перца, чеснока. Потом, как и все знают, как готовить эти отбивные, в муке, в яйце, в муке. И обжаривать будем все на сковородке. Это легко и просто. Дальше, что я еще буду готовить? У меня есть виноградные листья. Кто смотрит наш канал, все знают, что я всегда заготавливаю в пол-литровых баночках листочки виноградные. Буду делать долму. В этой баночке приблизительно 35-40 листьев. Вот как раз на кастрюлю мне этой баночки и хватит. Фарш у меня будет свинина и курица. Добавлю туда чеснока, посолю, поперчу. Обязательно добавлю зелени. У меня своя зелень есть, базилик сушеный. Я очень люблю, когда именно в долме фарш и присутствует базилик. Они тогда очень вкусные. Как я готовлю долму, у меня есть на канале рецепт. Заходите и смотрите. Уже я сделала долму и поставила готовить, чтобы завтра только разогреть. Потом я буду делать котлеты с начинкой и отбивные. Это горячие блюда. К обеду я сейчас приготовила салат топинамбу. Морковка. Немножко посолила и заправила оливковым маслом. И по пару кусочков зельца. Красный борщ и чай. Я немножко подустала. Думаю, надо побегать. Наш обед на столе. Вкусный красный борщ. Я вам показала и рассказала, как я делала салат. Мы вчера ходили в гости к своим друзьям. Так хорошо посидели. Поверьте, до чего ж приятно общаться с добрыми людьми. Вот от них такая аура исходит. Теплая, доброжелательная. Мы с Сашей вчера в таком хорошем настроении пришли домой. В общем, спасибо. Все хорошо, здорово. Нам понравилось. Угостили нас. Спасибо, Вадим. Спасибо, Танюша. Такой стол красивый накрыли. И так мы мило побеседовали. Время прошло, конечно, очень быстро. Но ничего, еще впереди будет время. Мы будем встречаться. В этом деле самое интересное, это когда уже уходишь. Уходишь от гостей или из гостей, как правильнее сказать. И начинаешь вспоминать, как что было. И понимаешь, что действительно осадок остался хороший. Вот это самое, наверное, главное, когда ходишь в гости. И получаешь положительный взгляд. И с каким настроением ты потом уходишь, с какими воспоминаниями. Вот так. Все было прекрасно. Такие у нас рассуждения. Сейчас мы пообедаем, и я снова буду готовить. У меня по плану будет такое блюдо. Селедка под шубой. Долма уже у меня готовится. Буду готовить еще отбивные, котлеты. Ну, а салаты, думаю, я сделаю завтра утром. Пару салатиков бутерброда будут у нас. У меня уже есть список, что конкретно будет на рождественском столе. Не будет у нас ни утки, ни гуси. Ни гуся, ни утки. Нет, этого не будет. Так что... Так что... С наступающим вас, Рождество! Да, новости вкратце. Читаю газету с утра, которую нам подарили корреспонденты, да, Брестской газеты. Ну, вот краткие новости. Оказывается, на территории Брестской ТЭЦ, которая находится недалеко от Брестской крепости, установили памятный знак. Турбину. Часть турбины сделали срез и установили, я так понял, на территории завода, вернее, на территории предприятия, Брестские тепловые сети. Кусок турбины в разрезе. Эта турбина стояла и работала, вырабатывала энергию с 1959 года. Срок свой она отслужила. И вот ее установили в качестве памятного знака, в качестве наглядного пособия для тех, кто там работает и проводит большую часть времени. Что еще вычитал? На нашем аккумуляторном, всем известном, скандально известном аккумуляторном заводе, новость. Завод аккумуляторный, айпауэр, поставил в известность общественность. То есть, можно провести общественную экспертизу на, как говорится, на что? На предмет выявления каких-то нарушений, я так понимаю. Уже давно ведется спор на эту тему. Люди выходят, митингуют и никак не могут прийти к какому-то компромиссному решению. Общественники, активисты говорят, что проходят там постоянно нарушения. Но я так понимаю, завод еще не работал. Насколько я знаю, ни продукцию не выпускал. Руководство же завода заявляет, что все у них в порядке, все в норме. Вот сейчас можно подать заявку на проведение общественной экспертизы до 15 января. Кто успел, тот подал. Кто не успел, значит праздники прошли. Интересное время выбрано вообще-то. Вот Новый год, праздники сейчас. Когда этим заниматься. Это так, кому интересно, кому нет, ну не обижайтесь. Что знаем, то и делимся. Делимся теми новостями, которые мы узнали. Я вот сижу, пока Санька слушала и думаю, печь не торт или не печь. Думаю, что он плетет. Я каждый год, вот каждый год я выпекаю на Рождество и на Новый год Наполеон. Вот на Новый год я поленилась печь. Но на Рождество, наверное, Санек, я испеку торт Наполеон. Вечером не поленюсь. Как на бантика именины испекли мы каравай, так и на Рождество. Рождество большой, великий праздник. Так что будем еще печь торт Наполеон. Раньше, когда Муняша была жива, наша кошечка, на день рождения мы пели песенку ей такую. Как на Муняшкиной именины испекли мы каравай. Брали ее за лапки и водили хороводиком. И она ходила. Такая умничка была у нас кошечка. Очень часто спрашивают, где ваша кошечка. Нет нашей кошечки. Ладно, все это грустно. В сторону. Праздник наступает на пятки. Праздник наступает. Кстати, хочу вам сказать. Надо вечером сегодня на окно поставить свечу. Свечку. Чтобы Божья Матерь видела, что ее в этом доме примут. Сегодня в ночь родится наш Спаситель Иисус Христос. Я на кухне обязательно на окно поставлю свечку. И будет она у меня гореть. Чтобы в наш дом пришло тепло. Пришла Божья Матерь. И пришло добро. И свет. Все. Всем пока. До скорой встречи. Всех с наступающим. Еще раз. Мира, добра в ваш дом. Здоровья. Всего хорошего. Мы пообедали. Я немножко отдохнула и снова за работу. По плану у меня котлеты. Смотрите, как я их делаю. В фарш у меня свинина и куриная грудка. Добавила немножко еще булки. А когда я делаю котлету, булку я замачиваю не в молоке, а в воде. Смотрите, берем будущую котлету. Берем будущую котлету. Немножко я сыплю сыр. Можно проще сделать масло, обвалять в сыре. Но мне так больше нравится. Кладем кусочек масла и сверху еще можно сыр. И аккуратненько будем как пирожок лепить, как пирожки вы лепите. Руки всегда смачивать нужно в воде, потому что так правильно. Если не залепливать, а просто сверху еще положить котлету. Еще одну котлету. Может быть так. Я вот так мочу руки. Придумал неплохо. И формируем котлеточку. Все, сформировали. Смотрите, чтобы она была вся закрытая, чтобы сыр с маслом оттуда не поватекали. И кладем на тарелку. А жарить, обжаривать я буду их на подсолнечном масле. Обваливать в муке и в сухарях. Муку с сухарями смешаю и буду обжаривать. Масло чуть-чуть побольше налью, чтобы они получились золотистыми, красивыми, аппетитными и, конечно же, вкусными. Все, работаем дальше. Танюша готовила долму. Она уже поспела. Вкусно пахнет. Ах! Так что остается только облизываться и ждать завтрашнего дня. Итак, котлеты я сделала. Сейчас я их буду обжаривать на сковородке в подсолнечном масле. Немножко сухарей и немножко муки. И все. Идут они у меня, жарятся. Ура! Котлеты, котлеты на завтра. Котлеты наши жарятся. На всей кухне такой аромат. Мы с вечером одну выделим, Саньку, на ужин. Я нет. Ни принципиально не буду. Ну хорошо, лучше завтра. За праздничным с вами. Завтра я съем. За сегодня. Хорошо. И лучше завтра. Да. На праздник. Итак. Котлеты готовы. На подходе шуба. Шуба под шубой. Шуба под шубой. Лук, селедка. И наносим сеточку майонеза. Можно вот это все полить подсолнечным маслом. Слегка. Даже тем рассольчиком, где была селедка. Я покупала нашу брестскую. Сантовскую. Она там в такой заправке вкусной. Но я заправлю лучше майонезиком. Сейчас картошка и свекла. Я много не делаю. Чуть-чуть. Мы давно уже шубу не ели, да? А, кстати, на 25 декабря ели. На католическое Рождество. А свое я давно не делала. Чего-то захотелось. Всем доброе утро. Еще раз всех. С наступившим уже праздником. Большим, светлым, красивым Рождеством Христовым. Мы суетимся. Таня на кухне. Я тоже помогаю. Чистил с утра картошку. Натер шоколад. Горький, коричневый и белый. Пористый. Это все пойдет на украшение нашего праздничного Наполеона. Тортик. Наполеон называется. С утра позвонил маме. Сказал приходить к часу дня. Позвонил Наташе, сестре. Поздравил. Поздравил с праздником. Звонили друзья. Мне тоже поздравляли. Меня, Татьяну. Вот такие хлопоты небольшие, но радостные с утра в этот день, 7 января. На кухне кавардак. Рабочая обстановка. Украшаем торт. Я уже говорил, что у нас сегодня на праздничный стол торт Наполеон. Как я его пеку, девочки, у меня есть на канале рецепт. Сегодня я решила сделать небольшой такой квадратненький. Обычно. Но я и квадратное пеку, и круглое. За окном со вчерашнего дня немножко припорошила. Назвать это снегом нельзя. Такая маскировка. Вроде бы снег, и вроде бы его, как и нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok